Преклонный возраст академиков – это глупость, которую даже обсуждать не хочется, потому что нигде в мире нет молодых академиков, это совершенно понятно. Естественно, что главная причина этого правительственного Блицкрига – это желание одним ударом, что называется, разрубить этот город-диефузел, который правительство наше бьется и не может разрубить уже несколько лет. Очень хочется, во-первых, присвоить собственность академии. В принципе, в каждом государстве, где есть академия наук, она одновременно и крупнейший собственник. И это совершенно справедливо и правильно. Почему-то Израиль не громит свою академию, Германия не громит свою академию, Франция не громит свою академию наук. Наоборот, кратно растет бюджетное финансирование, предоставляются все новые и новые академические свободы и так далее. А наше правительство довольно безуспешно с начала 2000-х годов пытается каким-то образом права академии ущемить. Но, естественно, интересуют не особенности академического управления и не какие-то закономерности управления научными школами, а именно имущественный вопрос. Потому что академия – это очень большой кусок бюджета. Мне это известно как никому другому, потому что я в нулевые годы несколько лет возглавляла отдел Миноборнауки, который курировал Российскую академию наук. И я помню, как мы с 2001 года собирали правительственные комиссии по реформе академии. И все-все в один голос говорили, что реформа академии, безусловно, необходима, но она должна идти снизу и изнутри силами самой академии. И если новый министр Ливанов думает, что это можно провести в трех чтениях за полдня, он очень ошибается, потому что история показывает, что министр приходит и уходит, а академия остается. И я думаю, что несмотря на то, что академии нанесен большой урон, гораздо больше урон нанесен репутации нашей власти и репутации наших депутатов. Потому что, обратите внимание, Государственная Дума, которая меньше двух месяцев назад единогласно выступала за отставку Ливанова. Это была уникальная ситуация, когда все фракции Думы, и коммунисты, и справедливая Россия, и жириновцы, и Единая Россия, правящая партия, единогласно высказали за отставку министра. Тогда вопрос замотали, заболтали. Прошло меньше двух месяцев. И сейчас Дума совершенно вот так холопски и сервильно голосует за день в трех чтениях за совершенно абсурдные, совершенно идиотские предложения, которые тот же самый министр Ливанов, которого они дружно собрались недавно увольнять, он их вносит, и они голосуют. То есть это, что называется, ну, есть такое в русском языке выражение, опустить ниже плинтуса. Вот, что называется, власть опустила и депутатов, и саму себя. Потому что репутация власти, это очень важно. Если сотрудничества власти с учеными не будет, то часть ученых просто разъедется за рубеж, а часть ученых просто будет выстраивать как-то свои научные отношения, минуя, так сказать, власти. Никому от этого не лучше, ни науке, ни государству.